Привет, это Мэтт Кор и курс ControlPaint.com и сегодня мы поговорим о мышлении художника. Когда вы используете краску обычную или же в фотошопе, у вас иные возможности по сравнению с использованием, скажем, карандаша. Поскольку, когда вы создаете что-то типа комикса, у ваших рисунков очень резкие границы и вы иначе работаете. Но когда вы работаете с краской, в вашем распоряжении очень мягкий инструмент и поэтому вы можете создавать и резкие края и мягкие. И сегодня мы займемся с вами изучением листьев и солнечных лучей, причем мы будем мыслить как художник. Мы будем использовать так называемые теряющие остроту края, иначе очень-очень мягкие края. На левой стороне, как вы видите, у меня есть фотография с листьев сайта Flickr, на правый быстрый эскиз с контуром листьев. Но в отличие от примера с комиксом, это изображение просто линия, они даже не на отдельном слое. В этом занятии нет разницы, какую технику я буду использовать для работы, ведь самое важное, как я думаю. Поэтому вначале я начну рисовать теневую сторону листьев, которая не освещена солнцем, я рисую свободно и легко. Теперь я перейду к освещенной части. Вы видите, что у меня уже готовы образчики цветов. Они помогут мне правильно передать цвет. И вы видите, что в месте встречи двух цветов образуется довольно резкая граница. Это резкая граница освещенной области. Также было бы неплохо передать информацию о форме листьев. Именно поэтому я немного увеличу масштаб. И теперь рисую край лесенкой, так как именно так выглядит лист. И для этого я использую ластик. И так как лист очень ярко освещен, на нем будут видны небольшие детали типа жилок. Я немного поработаю над деталями, но самое важное то, что эта резко освещенная область содержит в себе куда больше информации, чем темная зона. И на освещенной области будут видны очень резкие грани. Если взглянуть на нижнюю часть листа, можно, конечно, сказать, что грань есть, но она не будет настолько отчетливой. И вот именно тут и используется принцип мягкой грани. У этого края практически нет остроты. Я мог бы сделать этот край еще более рассеянным, если бы мне это было нужно. То есть я смешиваю фон и передний план, и затененный участок листа. В итоге получается очень мягкий переход, но вот грани освещенной части куда острее. Итак, я приостановил запись, и вот законченный набросок. Как видите, получились листья на солнечном свету. Но на самом деле ваш мозг проделывает куда больше работы, чем я когда-либо проделывал с изображением. Ведь дело в том, что затененные участки листьев, по сути, не имеют в себе деталей. Детали и резкие грани я сохранил лишь для освещенных областей. Это как бы активирует рисунок. И если увеличить рисунок, станет видно, что в затененных участках не так много деталей. Там очень рассеянные грани. А вот на освещенных краях края острые. И это возможно лишь при работе с краской. Я словно оставляю в затененных участках загадку. И эти участки смотрятся не так активно. Но стоит дать зрителю использовать воображение. Он сам заполнит недостающие участки. Поэтому в целом нет разницы, каким методом вы рисуете этот эффект. Куда важнее в этом примере рисовать и мыслить как художник. И если бы я рисовал как художник комикса, то мой рисунок выглядел бы иначе. Так как ручка или карандаш предоставили бы иные возможности. Но краска, цвет позволяют мне совершенно иначе работать с краями объекта и с рисунком в целом. Итак, иногда очень эффективно использовать рассеивающие края. Не стоит стараться создавать чересчур резкие рисунки. Итак, попробуйте этот метод и попробуйте нарисовать рассеивающиеся края. Удачи и спасибо за внимание.